МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что это означает? Во-первых, это означает тот факт, что в России имеется огромное количество проблем, которые не решены и не решаются. Во-вторых, это означает, что граждане России не видят иного способа выйти из сложных жизненных ситуаций, кроме как путем обращения непосредственно к главе государства. В-третьих, это может сколько угодно освидетельствовать о высоком рейтинге президента Российской Федерации, но это одномоментно свидетельствует и о том, что структуры власти в стране работают крайне неэффективно и не способны решить накопившиеся проблемы. Косвенным свидетельством того признания, того факта, что вал этих проблем нарастает, стало то обстоятельство, что президент России в этот раз сосредоточился главным образом на внутриполитической повестке дня и не очень много, не очень долго комментировал ситуацию, связанную с положением дел на мировой арене. Это было правильное решение, потому что граждане устали от той информационной политики, где очень много времени посвящается международным делам, но они каждый день сталкиваются с тем, что их внутренние проблемы не решаются. Мы накануне этого прямого эфира от имени нашей фракции, от имени нашей партии, от имени миллионов наших избирателей задавали свои вопросы. Это делали многие представители нашей фракции, это делал ее руководитель Геннадий Андреевич Дюганов здесь, на этой площадке, перед этими микрофонами. Эти вопросы состояли в том, как вообще развиваться в нашей стране, если правительство не готово даже давать честных оценок положению дела, положению вещей в России. Правительство продолжает вводить в заблуждение граждан страны, доказывая, что в стране якобы начался некий экономический рост. На самом деле все цифры роста ВВП сводятся к одному, к некоторым колебаниям нефтяных цен на мировой арене. А в реальном производстве, в обрабатывающих отраслях, в станкостроении, в приборостроении, в сельском хозяйстве, в почти всех отраслях промышленности мы наблюдаем либо стагнацию, либо откровенный спад. Если вы посмотрите структуру российского экспорта последних месяцев, то вы убедитесь в этом. Растет только нефтегазовая отрасль, что же касается и химической продукции, что касается отраслей таких, как приборостроение, то, что касается высокотехнологичных отраслей, то идет падение, причем падение от 4% до 20% и более. Это, вообще говоря, катастрофический спад. Мы понимаем, что нельзя выйти из ситуации, не используя программные методы, не используя методы планирования. В прошлом созыве Государственной Думы нам удалось добиться принятия закона о промышленной политике и закона о стратегическом планировании, но, увы, мы должны признать, что эти законы во многом правительствам саботируются и не исполняются. Почему это происходит, ответ на данный вопрос во многом стал понятен в ходе проведения Санкт-Петербургского экономического форума, когда господин Орешкин, министр экономического развития, вдруг заявил, что ему не очень-то интересно читать программу ни Титова, ни Кудрина. Мы в этом смысле согласны только с тем, что с программой Титова мы не можем согласиться, ибо она не решает накопившихся проблем, а программа Кудрина вообще заводит страну в тупик. Но это не означает, что нужно отказаться вообще от обсуждения планов развития, от программных методов в определении будущего страны. Если не использовать этих методов, то любая крупная корпорация разорится через несколько месяцев, не планируя свою деятельность. Она просто обанкротится. Возникает вопрос, не ставят ли перед собой задачу некоторые российские министры с тем, чтобы обанкротить всю Российскую Федерацию. У нас осталось много и других вопросов. У нас остался вопрос, связанный с заработными платами. Мы согласны с тем, что майские указы президента были полезны в том отношении, что предлагали увеличить существенно заработную плату бюджетников. Но мы не понимаем, почему эта заработная плата в одних случаях не увеличивается, в других случаях это достигается за счет того, что одним учителям и врачам зарплата поднимается, а другие их коллеги увольняются и происходит сокращение штатов. Мы не очень понимаем, как власть будет дальше решать проблему жилищно-коммунальной сферы. В свое время мы настаивали на том, что эту сферу нельзя передавать из рук государства в частные руки. Мы оказались правы. Прогнозы о том, что эта сфера будет криминализироваться оправдались в полной мере. Сегодня Москва имеет возможность обсуждать, как решить эту проблему и каким способом проводить реновацию. В других регионах Российской Федерации такие дискуссии даже не ведутся, потому что средств на решение этой проблемы у регионов в основном нет. 40 миллионов граждан уже живут в жилье, которое требует ремонта, в жилье, находящееся в ветхом состоянии, в жилье, которое будет разрушаться уже завтра или разрушается сегодня. Но нет рецептов, как выходить из этого положения. Мы являлись свидетелями в последние годы серьезных ударов, которые были нанесены по Российской Академии Наук. Ситуацию явным образом нужно выправлять. Если вы хотите обеспечить индустриализацию страны на новой высокотехнологичной основе, науку крайне необходимо поддерживать. Но мы опять не слышим рецептом того, как это будет осуществляться. Уже все фактически вынуждены признать, что российское образование находится в кризисе, что ЕГЭ как форма сдачи экзаменов себя не оправдала. Во многом эта система проверки знаний учащихся сегодня скорректирована, но мы ждем решения об окончательной отмене такого рода экзаменационных процедур. Одним словом, в стране огромное количество проблем, какую сферу ни возьми. Но мы не видим комплексных подходов к их решению. И мы не видим серьезного обсуждения тех предложений, которые предлагает Коммунистическая партия Российской Федерации. Программу свою мы внесли на обсуждение страны. Мы будем настаивать на юрализации дальше, потому что когда у тебя доходная часть бюджета составляет 13,5 триллионов рублей, крупные проблемы решить не получится. Не получится довести расходную часть бюджета в отношении сельского хозяйства до 10% от общих расходов бюджета страны. Не получится увеличить расходы на образование, науку и здравоохранение до 7%. Мы же говорим не только о том, на что нужно направить эти средства, но мы говорим, где эти средства взять. Это принципиально важный вопрос. Есть четыре источника доходов, задействуя которые бюджет можно увеличить как минимум наполовину. Это проведение национализации ключевых отраслей. Это введение дифференцированной шкалы подоходного налога. Это введение государственной монополии на производство спиртоводочной и табачной продукции. Это, наконец, прекращение вывоза средств государства, бюджетных средств за рубеж и вложения в их экономику других государств. Если вы задействуете эти рычаги, вы получаете принципиально иной бюджет, который позволит вам решать накопившиеся проблемы. Кроме этого, самым лучшим способом антикризисной политики является поддержка отечественных предприятий, отечественного производителя промышленности в сельском хозяйстве. Одно из магистральных направлений и наиболее интересных направлений на этом пути – это поддержка народных предприятий. Мы не раз говорили об опыте Грудинина, мы не раз говорили об опыте Казанкова и Богачева. Присмотритесь еще и к такому предприятию, как Усольский свинокомплекс в Иркутской области. Его Илья Алексеевич Сумароков возглавляет. Интереснейшие результаты хозяйственной деятельности. Пережили все испытания 90-х. Тысяча человек работает на этом предприятии. Минимальная заработная плата 50 тысяч. Заработная плата 70, 80 и даже 100 тысяч рублей даже простого рабочего на этом предприятии не удивить. Почему? Да потому что задействуются методы коллективной заинтересованности в результатах труда. Предприятие показывает хорошие результаты своей работы. Мы говорим берите, используйте этот опыт, который наработан и который может принести колоссальные результаты. Президент вчера в ходе эфира признал, что главной задачей власти должен являться выход экономики России из кризиса и решение проблемы бедности. Мы согласны с тем, что эти проблемы нужно решать. Но мы не считаем, что та политика правительства, которая проводится сегодня, позволит это сделать. Впереди президентские выборы. Очень важно, чтобы они стали недежурным мероприятием по распределению заранее запланированных голосов. Очень важно, чтобы эти президентские выборы стали поводом для крупной, серьезной общенациональной дискуссии. Мы готовы выйти на нее со своей программой. Мы считаем, что такого рода эфиры, как были вчера, должны проводиться не только у действующего главы государства, с гражданами страны, с избирателями страны. Такого рода эфиры, по крайней мере, во время избирательной кампании, должны получить все претенденты на пост президента Российской Федерации. Мы считаем, что ни один кандидат на пост в его государстве не имеет права уклоняться от дискуссии. Каждый должен выходить со своей программой и предлагать свою политику на очередной президентский срок. Компартия готова к такого рода дискуссии. Мы считаем, что лидеры крупнейших политических партий в целом должны иметь гораздо больше возможностей для общения с страной, для предъявления своей программы, так же, как эта возможность имеет глава государства.